Что люди ищут в путешествиях? По моей версии впечатления, которые остаются на всю жизнь, мы не ищут компании, потому что оказалось, что век гаджетов и социальных сетей родилось какое-то новое общество в толпе и возможность расширить круг общения и изделить эти новые впечатления, привлекательные люди. Душа компании – это человек солнца, который привлекает себе внимание и отдает своими друзьями, всем, кто в этом нуждается. Это человек, который знает что-то чуть больше, чем знает экскурсовод, не обязательно про то место, где оказывается группа, а может быть просто про жизнь, или про каких-то других людей, а может быть и про тех, кто оказывается не вряд ли. Могут ли удивить душу компании новые спутники? Иногда да, иногда да. Потому что все равно самое интересное на свете – это человек. Правило, я имею в виду. Самый лучший способ узнать страну в путешествии, и это попробовать для себя на шкуре местный человек. Попробовать сделать что-нибудь такое, что делает он, что делает он, не делает он. Попробовать что-нибудь такое, что непривычным боем стали. Попробовать, в конце концов, какую-то странную обеду. Да, они это попробовать для себя в школе. В школе другого, обитателей другого мира. Мне кажется, что это единственный способ хоть как-то попробовать почувствовать другую страну. Ко мне подошла наша постоянная путешественница и сказала, что она поскликлась областью не только одежду и вообще стиль, в которой все одежды, в которой она ходит, но и вообще всю жизнь. Притом, что он взрослый человек рассказал, что я пересмотрел свои взгляды на очень многое в своей жизни. И вот это для меня как-то дает очень довольствие, потому что это даже дороже, чем если бы она запомнила какую-нибудь там тач-махаву или эфирную башню. И я даже не предполагал, что путешествие может так менять человек. Но кто-то сказал, что главное настройство путешествия как раз и заключалось в том, что туризм ощущается не для любого человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, уважаемые члены клуба. Группа Доктор Аграновский и Блюз Спиннерс сегодня играет здесь для вас, и нам очень приятно для вас играть. Второй блюз называется «Мне очень жаль, детка, что все у нас так с тобой нелепо получается». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I'm sorry, baby. Субтитры создавал DimaTorzok I'm really sorry, baby. You shouldn't do the best, bitchy, baby. I just love one thing about you. I ain't gotta worry about you, baby. I think I'm better. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И это как раз тот случай. Потому что, вот, Леша мой товарищ, и это совершенно необычные музыканты. Сколько лет любит доктора Валерусска? Двадцать, примерно. Примерно двадцать. Это немного. Ну, давай, я знаю, есть там... Ну, удивительно в том, что он действительно доктор наук и действительно Аграновский. Причем, ну, у меня тяжело с памятью. Последний раз, когда ты мне рассказывал, чем ты занимаешься, я настолько оторопел, что моя голова это даже не смогла удержать. Что такое проблема краснухи у лопухов или... Кстати говоря, это близко к теме. Да-да-да-да. Есть грипп посленовых и другие заболевания очень опасные. Весьма похожие на грипп, краснуху и прочие болезни. Посленовые это что? Посленовые это, например, томаты, картофель. И они тоже болеют. Не будем мы об этом забывать в наших путешествиях. То есть, ну, то есть... Имейте жалость. Нет, то есть, ты правда занимаешься... Вирусами растений. Вирусами растений. Вирусы растений бывают очень похожи на вирусы высших животных. Высшие животные это что? Ну, если нам повезет, то мы, я так считаю, в этой жизни можно стать высшим животным. Ну, а вот скажи, все-таки, если бы тебя поставили перед жестким выбором, вирусы у посленовых или блюзы? Вот что бы ты сделал? Ну, я бы выбрал блюзы посленовых в этом случае. Потому что я всегда склонен к компромиссам, дам и господа. Кто-то же ничего не поделал. Казин Большой. Доктор Аграновский еще вернется на эту сцену несколько раз. Вот. А если кому-то вдруг это понравится, то всегда можно найти, например, в Фейсбуке, подписаться на доктора Аграновского. Он анонсирует концерты, которые случаются время от времени в разных московских клубах. И будет всех видеть. Рад, правда ведь? Безусловно. Спасибо. Очень рад вам, дамы господа. Спасибо за аплодисменты. Они прекрасны. Вы их замечательно отстроили. Да, это была самая легкая часть моей работы. У меня есть подсказка. Я буду время от времени это осмотреть. Значит. Слушайте. Произошла какая-то странная история. Обычно на то, чтобы соврать вот такую толпу народу, у нас хоть недели две. Когда мы зазываем и повторяем. А тут вдруг за четыре дня забралось 150 человек. Больше это помещение не способно взять. И следующий этап только лужники. И огромное количество людей осталось за бортом. Обиженных, которые вот, ну как. Ну может быть мы куда-то сядем. И мы недоумевали. Что это такое? То есть, то ли это люди, которые сходили на Серова, посмотрели «Выжившие». Ну делать вообще нечего. То ли это люди, которым интересно, действительно, что мы делаем. То ли это, ну что-то еще третье. Неопознанное. И мы так и не знаем. Ну, в любом случае, я вас хочу успокоить. Это не… Помните, в Москве было как разлечено, когда людей зазывали куда-то и заставляли покупать таймшеры. И это не та история. Конечно, мы будем сегодня рассказывать вам о каких-то наших путешествиях. И покажем вам кого-то из тех, кто у нас называется душой компании. Ну, в общем, это ни к чему не обязывает. Потому что мы стараемся действительно стать клубом. Который собирает людей. Ну, приятно. Ну, проводит время, слушают. Почему-то беседуют, с кем-то знакомятся. Влюбляются, женятся, друг другу помогают и так далее. Началась вся эта история с херня. Ну, то есть, с того, в самый раз, снимка, которая вдруг порвала интернет. Хотя ничто не предвещало. Едем мы с оператором Алексеем Лебедевым по острову Гозен. Это рядом с Тенерифем. На пароме «20 минут». Снимаем какие-то стендапы для фильма «Невая надежда». И вот в надежде найти какой-то план, где будет красиво. И где я что-то должен сказать. И вдруг я вижу. Висит. Ну, висит. Вот тут стоит знак. Если читать по-испански, то это «Эрния». А в русских херня. Вот сюда я остановлюсь. Прикольно сфотографируешь. Ну, я фотографирую. Тридцать семь тысяч лайков в Фейсбук. Ну, я написал такой сдержанный текст. Ура! Я нашел, где она заканчивается. И этот снимок увидел Алексей Мясников. Он где? Мясников. Мясников, елки-палки. Помаши рукой. Да. Вот это было уже больше трех лет назад. Который ко мне пришел и сказал, давайте, Михаил, сделаем лупу. А поскольку мне давно это хотелось сделать, я радостно Но мне было лень. Лень самому. Я очень не люблю вот это все вот, получить печать. Все вот это. И я сказал, вот отлично. Вот давай будем делать клуб. Ты будешь работать, а я щеки выдавать. И так возникла эта идея. Сначала мы толком сами не понимали. Было понятно, что есть некий мой опыт поездок. Который кажется мне правильным. И было понятно, что нужно сделать такой диетический вариант Для людей, которые едут в отпуск. Потому что не диетический, он на самом деле тяжелый. Потому что когда мне там люди видят на улице, они начинают улыбаться и думают, что это культушка, а не кто-то своим рассказывает. А я на самом деле мрачный тип. Если у меня есть возможность помолчать, я лучше помолчу. А во-вторых, я их ненавижу, когда они мне говорят, вы как можем завидовать. Вот я таких завистников взял однажды с собой на съемку в Мексику. Им очень понравилось. Но ни один из них не сказал, я хочу еще. Потому что мы за две недели проехали ровно шесть тысяч километров. Языки у всех были на плечах. И понятно, нам было, что нужен диетический вариант. Чтобы было похоже, но все-таки не так тяжело. А из того, что я делал, если кто-то не знает, программа не выходит уже шесть лет и выходить больше никогда не будет. Там было несколько важных элементов, которые мы стараемся сохранить в термошок, который мы предлагаем. Во-первых, это знакомство. И когда возвращаешься домой, ты должен запомнить, что где-то там в Новой Зеландии живет Джейсон. Который специально для тебя взял инструменты, он их делает сам. Он Маори. И он шаман. Но он это никак не афиширует, а зарабатывает на жизнь татуировками. Но он делает еще музыкальные инструменты, которые имитируют звуки природы. И под эти звуки медитирует там с какими-то духами своими маорийскими. И вот он взял эти инструменты, мы куда-то не выехали, в какое-то место силы. Он все, значит, начал эти раковины. Там ветер, море. И ничего больше не было в общем. Ну, такой классный пред. Он такой, какой-то от него свет уходит. Такой добрый, большой дядька. Полинезийский. Важно, чтобы ты, вернувшись, ты понимал, что у тебя остались такие кореша, кунаки по всему миру. И если ты вернешься, скажет Джейсон. Помнишь, как мы? Кажется, кажется? Помню. Во-вторых, что-то поделать самому. Ну, не знаю. Сесть за кончальный круг, сварить чурчелу. Там, нарисовать что-то. Прыгнуть на резиночки в пропасть. Ну, сделать что-то такое, что ты не делаешь в обычной жизни. Ну, что тебе прибавить знания о самом себе? Сначала... Несняков говорит, давай, Михаил, ты будешь ездить. Потом вдруг мы пришли к пониманию того, что не обязательно, чтобы Ядов только ездил. То есть другие замечательные люди. Очень долго мы пытались их обозвать каким-нибудь приличным словом. И назвали душой компанией. Вот в едином экземпле... В едином экземпле... В едином экземпле... Это еще как звучит душа компании. А вот много душ компаний... Или с нашими душами компании... Звучит уже как-то хуже. Ну, неинтересно уже человеком его называть. Потому что каждый человек интересен. Вот. Вот. Ну, вот и возникла вот такая конструкция. Наверно... Ну, то есть, конечно, мы думали, что мы невероятно разбогатеем. Быстро очень. И выбрали для этого лучшее время для того, чтобы открыть туристическое агентство. Туроператора. Там... Накануне чудовищного оплава, когда там... Миллионы людей. И... Все. Я вообще не с того начал. Главное-то, главное, что на нашу встречу, к моему невероятному удивлению, люди приходят не только из Москвы, а специально на встречу прилетела Светлана Тюкина из Архангельска. А-а-а-а... Все, помаши, 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 помаши. Это мой друг по полярным исследованиям. Мы с ней... Мы не вместе, ни у одного, у нее даже, конечно, трое суток, а у разных. В Карском море на третьи сутки жук шторма легли все, включая меня. Ну, в общем, мы с ней исследователь Арктики. И еще ко мне не подошла, есть девушка Анита, которая вообще из Лондона прилетела на один вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ Что это? Вы просили что-то оранжевое? А-а-а... Это платье имелось в виду. Нет, это... Ну, есть... На войне просто, чтобы в своих не стреляли, обозначают оранжевой ракетой. Ну, там, когда везет кашу, что-ли-ли. И я ей написал, обознай себя оранжевой ракетой. Вот она опознающая. Представляете? Ну, слушайте, я вот ненавижу эту фразу. Но я именно хотел попросить человека, который прилетел из Лондона. Это мне вообще потрясение. Потом еще выясню, зачем все-таки. Что же было бы гудительным мотивом? Да, так вот... А еще кто-то есть приезжий у нас? А вы откуда? Из Питера. И вы тоже специально. Офигеть. А вы? Из Рязани. Из Рязани. Слушайте, ну... Откуда ты? Специально навстречу. Вот этот цехай, да, он в реке и времени ловит какую-то сикилявку. И потом берет, значит, эту сикилявку, подносит к мобильному телефону. И делает селфи. Так что сикилявка больше... Все говорят, о, какой не поймал сикилявка. Это человек, который вообще никогда правду не говорил. Никогда. Нет, я шучу. Он ловит большую рыбу тоже. И, скажем... Прервал... Прервал свои... Пятло. Он в Кантематсийске. Хотя были большие шансы на победу. Но он сказал, не нужна мне ваша медаль. Я лечу и у нас Рычкова. Ну так вот, я говорил про миллионы, которые, значит, не поехали никуда. И в ближайшее время никуда не поедут. Поэтому, если бы мы думали только про это, то мы бы как-то, наверное, по-другому существовали. А я Мясникова подталкивал. Давай будем тоже Турцию куда-нибудь продавать, там, Египет. Но он стоял насмерть и... Я знал, что их закроют. И мы такая творческая лаборатория, на самом деле. Ну, конечно, мы вынуждены думать о земном. Мы продолжаем что-то вот выдумывать. Какие-то новые маршруты. Мы зазываем новых душ в нашей сети. А при этом... Какой критерий? Кто может стать душой компании? Это довольно сложно определить. Во-первых, этот человек должен быть мне очень симпатичным. Если он там хоть трижды вообще Филипп Киркоров, но мне он не нравится, то он никогда не поедет. Не поедет с клубом. А как, почему он не нравится? Да чертова знает. Это какая-то метафизическая вещь. А? Метафизическая вещь. Не могу понять. Вот мне нравится цыгане. Нравится. И вот поэтому душа компании. Даже если он вот так вот обманывает на фотографии фиксителей, с лявками. Нам стоит на рыбалку поехать хоть раз. Я тебе хоть покажу, как рыбу надо ловить. Так. Ну вот. Это я по сценарию должен был объяснить, чем мы занимаемся. Потому что, ну действительно сталкиваешься с тем, что люди там подписаны на новости, или там на мой Фейсбук, и задают такие вопросы, от которых ну просто разводишь руками. Ну все же вот написано. Вот же все. Но люди продолжают не понимать. Поэтому вот мы решили, что я должен вам объяснить, почему это так. Это довольно оказалось кропотливым делом. Я готовил сам кубинскую поездку, куда мы ездили с Катей Рождественской. Еще я ее сюда позову. Катя. Ниже ничего отсюда. Вот она сидит. Которая оказалась какой-то совсем волшебной. Вы знаете, вот тут сложилось все. Во-первых, ее готовила моя одноклассница Кубинка. Которая, ну очень постаралась. Выбила все мои пожелания. И как-то сложились. Ну вот. Ну по-разному бывает. Оказывается, в группе вдруг там человек, который там очень не любит там какого-нибудь президента. А второе очень любит. Вот начинают спорить между ними на какое-то электричество. А тут вот. Ну вот. Вот как бы прям вот кого-то специально пробирали. Ну да. Абсолютно волшебная поездка. Почему я имею в виду? А! Ну я, наверное, писем 200 написал на клубу, чтобы это все случилось. Это действительно очень такой кропотливый труд. Потому что мы все-таки стараемся, чтобы это было необычно. Чтобы это было, не смотрите направо, не смотрите налево, а чтобы вот это было ощущение человека, что это для тебя. Вот тебя здесь ждут и ждут. Этот вот Джейсон сделал эту свою раковину. И он ждал, пока ты приедешь для того, чтобы с тобой подружиться. Ну да, это чуть дороже. Это чуть дороже, чем можно поехать на клубу без кожуховой. Ну а тогда вы и не узнаете все то, что знают они о Японии. Михаил, а можно добавить? Можно. Я мяснику, простите. Куба с Михаилом получилась. Михаил говорит, душа компании, даже нам не нравится. Он лукавит, конечно, не всем не нравится, если честно. Он сам себе не нравится. Так вот, Куба с ним была крутая, потому что Михаилу очень хотелось поделиться с народом своим знанием. Он там учился. У него там есть подружка, у всех хороших и милых девушек. Ничего личного, ничего не было. Это местная кубинка, она говорит по-русски. Они очень здорово показали Кубу, так как не покажет стандартное туристическое агентство. То есть это была Куба для своих. Такой определяющий признак для всех путешествий Куба. Так вот, я добавлю, помимо того, что душа компании должна нравиться Михаилу, в кавычках, этой души компании есть чем поделиться с народом. Ключевой момент. Это может быть особое знание, особое умение. И самое, наверное, основное – это любовь к тому месту, куда они едут, и желание сделать так, чтобы вы полюбили это место тоже. Это ключевой критерий. Да. И такой у нас есть товарищ, помимо Михаила Кожухова, есть такой Алекс Дубас, который сегодня жарится то ли на Сейшелах, то ли на Мальдивах. Ну или, суть важный, такой пряжный отдых, который Михаил Кожухов не найдет. Он не с нами, но, тем не менее, он один из самых успешных. И давайте посмотрим, наверное, до секрета, до Алекса Дубаса, от Алекса Дубаса, то есть, что он думает вообще на эту тему путешествия. Трогательных моментов путешествий происходит достаточно много, по одному-два путешествия точно. Ну вот, запомнилась мне в Грузии встреча с одним дядушкой, его звали Махо. Это моряк дальневосточник, он всю свою жизнь служил на дальнем Востоке, в Владивостоке. Ну вот, на старости лет вернулся в Грузию, в свое село, и возглавил дом. Вот такой патриарх, который выращивает айву, хурму, и пока он готовил шашлыки, а его взрослый сын вел за столи, его там дочери, внучки, что-то копошились. Он увидел у меня тельняшку и говорит, а вы варяки? Я говорю, да. И тут он заплакал. Говорит, как же я скучаю, Грузин, Грузин, главный Грузин, как же я скучаю о море. Мне так не хватает моря, вот этих криков чаек, вот этих просторов Тихого океана. Как же я скучаю? Конечно, я уже не могу работать моряком, но это самое прекрасное время в моей жизни. Спасибо, что вы мне напомнили. Сказал, он переворачивает шампунь. Слушай, я так и не раз не присмотрелся за столько лет работы с тобой. Зеленоглаз, Майя Армас. Меня зовут Алис, в эфире вечернее шоу «Что-то хорошее под серебряным дождем». Говорят, что после 25 лет вообще, людям сложно друг с другом знакомиться, подпускать кого-то к себе близко. И мне очень нравится доказывать, что это не так. Со многими путешественниками, с которыми мы отправлялись в разные страны, мы сейчас поддерживаем отношения. Иногда вместе ужинаем, иногда встречаемся. Уж в Фейсбуке точно дружим. И это дружба, настоящая дружба. По крайней мере, очень хорошие приятельские отношения. И как же здорово, что ты можешь расширять круг своего общения качественно, красиво. Это здорово. Потому что, когда вы в путешествии, вы снова юноша или вы снова девушка. Потому что, ну, вы по-своему беззащитные, вы в чужой стране. И когда вы вместе, вот эта радость совместного открытия, она очень-очень сближается. Путеводителям, конечно, нельзя не доверять. Путеводителям – это правильная штука. Но всегда важно тот, кто возьмет тебя за руку и скажет, знаешь, везде, конечно, пишут, что лучший гуляш вот здесь, у нас в Будапеште. Но я тебя отведу к тетушке Марии, которая гуляет уже 40 лет, и наш премьер-министр заказывает только у нее. Да что премьер-министр? Сюда приходят все жители нашего района, потому что действительно он потрясающий. Путешествие – это новое открытие, новое видение, новый мир. Вот эти маленькие пазлы, из которых состоит вот какое-то понимание того, что происходит на нашем земном шарике. Ты можешь сколько угодно слышать о том, какая вкусная в Тоскане пицца или вино, или какая чудесная жадная прогулка в Стамбуле или на берегу Черного моря. Но пока сам не попробуешь, ты этого не узнаешь. Самое ценное, что я привозил из путешествий, пусть это прозвучит банально, но мне не стыдно, я не стесняюсь этого ответа – это впечатление. Когда ты едешь, скажем, морозным утром где-то в Подмосковье, до тебя доносится запах весны. И ты вдруг почему-то одновременно ассоциативно вспоминаешь рассвет где-нибудь в Хорватии, где ты был во время путешествий. И у тебя черепа приятных воспоминаний, флэшбеков, впечатлений и так далее. Поэтому впечатление – это то, что у нас людей невозможно забрать. В любом путешествии нужен человек, ну, если едет коллектив от трех человек, нужен человек, который будет создавать атмосферу. Будет создавать атмосферу в этом путешествии. Это не значит, что он будет рассказывать анекдоты или балагурить. Вовсе нет. Но задавать правильный тон – вектор беседы, вечернего застолья в Грузии, прогулки по Босфору, что будет происходить в этот миг. Или когда вы бороздите, утюжите гудзон на маленьком кораблике, подъезжая к Статуе Свободы. Вот что он в этот момент скажет, какие стихи прочтет. Какое наблюдение озвучит, от этого зависит комфорт путешественников всех вместе. И душа компании – это такой неформальный лидер. Слава Богу. Но, между прочим, интересно и не очень приятно для меня признать, что люди, которые ездили с Алексом, возвращаются чаще, чем те, которые ездили со мной. Ну, какой-то более душевный, что ли. Более легкий, чем я. Арманс, иди сюда, пожалуйста. Мы очень тщательно ищем того человека, который, собственно, должен координировать всю логистику, который должен понимать, где мы обедаем, где мы спим. И, в общем-то, если что-то, ну, проезжаем такое важное, то, ну, хотелось бы узнать, что там все-таки кто построил. Вот таким образом мы нашли Арманса в Риге, который был знаком с Алексом Дурасом. А закончилось это дело тем, что мы Арманса тоже к себе заманили. И теперь иногда можно поехать в Ригу без Дубаса, но заманили, потому что у него, помимо прочих достойств, есть приемная дочь слоненок. То есть она уже слониха. Уже 24 ей, да. Уже 24 года. Ну, расскажи коротко эту историю. Про слониху. Расскажи коротко историю. Ну, не, я коротко не умею. Значит, добрый вечер всем. У тебя три минуты. Добрый вечер всем. Я действительно очень рад быть в Москве. Несмотря на то, что ноги мокрые в погоде, да, голова немножко мутная от культурной программы, какая насыщенная, оружейная палата и так далее, и так далее. Да, действительно, я очень рад быть здесь. Ты впервые в столице нашей Родины. Ну, что вы, что вы. У меня такая просто традиция идти на Красную площадь и кафе номер 57 обязательно там 50 или 100 выпить. Хорошая, по-моему, традиция, да. Ну, и во-вторых, у меня большая честь быть здесь, наверное, из латвийцев Квата. Какие случаи было? Это Алекс, да, Дубас, которого мы все знаем. И, наверное, я. И я очень рад. Я очень рад, что могу с вами работать. Даже не работать, я это не называю работой, да. Когда мы едем по Латвии, показываем мои любимые места, которые становятся уже вашими любимыми местами. Это, по-моему, круто. А круто, это когда каждый раз, как первый, да. Как мы едем, открываем что-то новое. А что слоненка? Ну, очень быстренько, наверное, да. Действительно, знаете, кто читал Джеральда Даррелла? Кто знает? Есть, молодцы, да. Как-то наше молодцы, я сам по своей профессии вуз, несколько вузок, латвию читаю, лекции по туризму, а здравительный медицинский туризм – это мое направление, да. Ну, и многие студенты, когда я спрашиваю, кто знает Джеральда Даррелла? Они не знают. Ну, хотя бы он, Даррелл, он был такой красивый рассказчик, что в пятом, шестом классе он меня так впечатлил, что я уже тогда знал, что я буду работать в Рижском Зоопарке. И я через, после университета, биофака, конечно, да, действительно, четыре года там проработал, и два года замдиректором по науке личного Зоопарка, и вот в это время родился слоненок. Слоненок родился, через три месяца мама умерла от рака поджелудочной железы. Бывает. И слонок тоже такой, остался слоненок маленький, и вот представьте себе, вот это где-то 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 в 89-е, 90-е какой-то год, да, это развал, это… Там еще политика тоже же была, это было как раз время перестройки началось, да, время перестройки началось, да, и слоненок это было Московского зоопарка на придержку Рижском зоопарке, да, а слоненок родился, а элементный слоненок должен идти обратно в Москву, а… Народный фронт. Народный фронт и так далее, да, но знаете, вот это был тот случай, когда с московскими зоопарками очень… обычно все вопросы решаются, да, и решили, что мы его выкупили, 20 тысяч рублей того времени, она стоила монетка, да, выкупили, ну и потом от первых компьютеров, от первых компьютеров Риги, которые были, я приписывал с американским зоопарком, чтобы узнать вот формулу молока, да, вот, потому что случаи такие уникальные. Да, слоненок вырос, сейчас он в городе Кобе, это в Японии, потому что город Кобе, попротив город, попротив город Риги, и слоненок, ну, в общем, она там. Ну и в прошлом году, по-моему, да, у меня друг звонит и говорит, Армандз, поздравляю, вы стали дедушкой. Он говорит, ну, я есть дедушка, да, но я думал, кому, кто бы, у кого-то есть что, да, там. Оказывается, зузы родила уже, да, дочка, да, дочка тоже, ну, вот, бывает в таком животном мире такие случаи. Так, смотри, у меня что написано в сценарии. Попросит Армандз рассказать, чем наши путешественники отличаются от любых других. Я думаю, что это, ничем они не отличаются. Не, не, они отличаются, конечно, отличаются, вы знаете, но опять, 26 лет туризма, да, то есть дает возможность сравнить, и, ну, партнеров очень много, и я не буду всех там называть, но весь классический традиционный туроператор, конечно, с кем мы работаем, не надо, но и есть клубные, да, это большая разница, это большая разница, и разница, наверное, в том, я скажу, ну, душа компании, конечно, да, и, как я сказал, каждый раз как первый, да, то есть, когда мы встречаем в аэропорту, я встречаю гостей, я говорю, ребята, программа может измениться, не в худшую сторону, но только лучшую, потому что каждый раз мы куда-то едем, там, или концерт какой-то, да, или там выставка какая-то открылась, да, и мы немножко этими программами меняем и дополняем, да, чтобы они стали такие более интересные, приятные, да. Мы стараемся, уже тоже позвучало с местными жителями встречаться, и опять, например, у нас есть там винодел Янис, который там делает домашнее вино из 20 разных четырех видов ягод, из тыквы, из одуванчиков, из сирени, из чего только не делает вина домашняя, оказывается. Или туристы, как назвали, например, сторожа усадьбы Унгур-Муэжа, дух барона Кампенхауза, да, то есть такой дядя, который сторож, он никогда не трезвый, по-моему, он всегда только немножко такой, в облаке таком розовом, да, но вот он действительно создает вкус этого места, то, что англичане говорят «sense of place», да, и вот таких мы находим, с такими работаем, и таким образом мы знакомим вас не только с Латвией, но хочу отметить, что помаленьку мы свои лапы затягиваем в Эстонию, да, и в Литву есть у нас планов, Пушка и Каса, и так далее. Эстония, остров Сарема, я думаю, если кто-то не был, тогда это действительно то место, куда раз в жизни… Я назвал это ближний край земли, наверное, да, или путешествие на край земли, потому что, ну, действительно, такое ощущение, какой-то момент, да, что мы стоим на краю… Что еще такое… Спасибо. В общем, ну, вы поняли, да? Вы знаете, я хотел все-таки, чтобы… Подарочки. Да, да, значит, не просто так подарочки, да, конечно, экскурсии, да, они немножко информативные, да, но они не должны загружать людей, которые приехали отдыхать, да, и вот это тоже отличие, между прочим, от классических аппаратов, отработали и ушли спать, да, там типа, не интересует. Мы все время вместе, да, мы все время что-то думаем, да, и, в общем, что было информативно и легко, и мне хотелось бы все-таки… Действительно хорошие вещи, интересные такие от Юрмальской думы, да, вообще, вы знаете, когда я сказал «Эрболтику», я лечу на встречу клуба, он мне подарил бизнес-классе билет туда-обратно, да, то есть, серьезно, люди такие добрые оказываются. Просто надо попросить, да, и рассказать. Значит, будет вопрос, да, будет вопрос. И немножко информации, чтобы было, да, значит, кто скажет, поднимаем руку, да, если вы его знаете, да, кто знает, как звучит латвийский туристический слоган нынче? Ну, слоган туризма, девиз туризма Латвии. Сложно, да? Отдохни без суеты. Отдохни без суеты, по-моему, это такое очень, такое, хорошее для Латвии, да, и… Ну, да, когда это приняли, да, когда этот слоган, там, конечно, журналисты подкалывали, ну, где же, что медленнее эстонцев, да, так не бывает, ну, оказывается, мы тоже друг друга немножко, смотри. Ладно, в каком году Ригу основали? Тоже не будем? Ну, в каком веку? Каком? Да, 1201 год, спасибо за столик, вижу, 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 спасибо большое. 1201 год, ну, больше, чем 800 лет, спасибо. Ты подарил это, что ли? Это, вот, для фоток, для… Это USB-стык от Юрмальской думы, да, ну, как я говорю, расчешите им мозги, да, если информация там, тогда здесь можно, да. Давайте им… Вот то, что я хотел все-таки, я живу в Юрмале, да, и… И делай все-таки скидку на наш интеллектуальный уровень, вопрос и полегче. Будет, будет, будет вопрос полегче, значит, поднимаем сразу руку, да, мне приятно, действительно, значит, в 1959 году кто-то написал такие… Стихи… А не о Юрмале, конечно, да? Убегу от зноя южного пильного и злого дня, Здравствуйте, товарищ Юрмала, как вы жили без меня? На цепи без пены бантики наберем плеснет волна, Пусть не хмурят брови Балтика, Балтика, знаю, как добра она… Кто же он? Нет, нет, пока не слышал… Рождественский, Роберт Рождественский, пожалуйста. Это первое, что мне вертелось на языке… Если верьте, сама договорите. Давайте, и не буду мучить вас… Спасибо. Спасибо. Кстати, я очень люблю подарочки. Очень. Если кто-то еще приятно, потому что очень глупо, Пожалуйста, принимайте эти подарочки. У нас с Армандсом в ближайшее время ничего не запланировано. На Майске? Да, на Майске. Ну, то есть, вы знаете, с кем вы, если туда поедете, с кем он произойдет. А вообще, у нас в ближайшее время планируется несколько поездок. В Израиле. В Намибию. Куда еще? Куда-куда-куда? В Венецию. В Венецию. В некоторые из этих поездок в душе компании поедет упомянутый мной, Плохо умеющего этого его Сергей Цыгань, художник, кулинар. А в некоторые его замечательный товарищ Андрей Бильжо. Андрей Бильжо. Здравствуйте. В далеком прошлом психиатр, сегодня мозговед, в широких кругах известный, как Петрович, а также карикатурист, реснорайпер и просто очень клевого человека. Мы попросили этих двух людей, которые, в общем-то, знают давно друг друга, с кем из вас нужно ехать, а с кем нет. А мы отменили, мы все изменили, потому что мы свободные люди, у нас нет руководителей, поэтому мы будем говорить, доказывать не почему лучше ехать со мной, а почему лучше, а я буду рассказывать почему хорошо ездить. А Сережа будет рассказывать почему хорошо ездить со мной. Мы будем хвалить друг друга, а не хвалиться сами, не меряться носами, потому что если меряться носами, то я Сереже проиграю точно. А если интеллектом, то я проиграю. Кстати, Варим, можно я расскажу маленькую историю про Китай, Сережа? И делать, что хотите. А мы, что хотим, то и делаем. В этой жизни уже давно. Рассказывай про Китай. Мы приехали в Китай, мы с Сережей объездили довольно много стран мира вместе. Это сейчас мы по отдельности, а так вместе. Вместе, когда мало не покажется. И мы подходим к паспорту, который прилетят в Китай. И с нами была замечательная Люба Полищук. И она нас подначила и сказала, а слабо вам паспортами поменяться? Китайцы же у нас для нас все на дурицу. А вот вы похожи друг на друга. Поверните ее. Посмотри. И вы похожи друг на друга, сказала Люба. И я бы, конечно, не осмелился, но этому-то чего? Он взял и поменялся на паспортами. Я первый пошел. Я подхожу китайскому пограничнику. Первый я подхожу. Первый я подхожу. Хорошо, первый я подхожу. Ты раскололся, а я подхожу. Я подхожу первый. Потом второй раз ты проделал это в другом месте, уже в Португалии. В общем, пограничник смотрит. Давай не будем спорить. Первый покажу я. Пограничник китайский берет паспорт. Смотрит на меня. Потом на паспорт. Потом на меня. Потом на паспорт. Потом зовет второго китайского пограничника. Я сейчас никакого национализма. Второго. Это я первый пошел. Вот. Потом подходит третий. Они все смотрят. И здесь я раскололся. Потому что я понял, что сейчас отберут паспорт и ни в какую Китай не попадут. Тебя сам спас Сережу. А в Португалии была другая история. Расскажи ее ты. А потом прошло лет десять. И вот пару лет назад мы были в Португалии. Мне кажется, что время не идти. Кстати, вот тут вот крутился ролик про Азорские острова с замечательным Виктором Панжиным, который там живет. И это вот как раз лишний раз подтверждает то, о чем говорил Миш Коженко. Что вот ты куда-то уезжаешь. И встречаешься с каким-нибудь кексом. И дружишься с ним на всю жизнь. И вот с Витей мы тут как-то списались. И он к нему уже ездит в группу. Уже у него там поступают ребята от нашего клуба. И он очень доволен. Он живет на Азорских островах. И наслаждается. И наслаждается все, кто приезжает. Так вот, когда мы прилетели в Лиссабон. У нас был короткий промежуток. Ребятам, конечно, захотелось выпить. Достали, нас встретили с большой бутылкой. Хорошего портрейна. А ножик, конечно, у меня был в чемодане. Роскошный, толстый, такой швейцарский. Штопор. Я открыл чемодан. Это не классно, если к паспортам лежит. Кончилось тем, что... Ножик у тебя замечательный. Кончилось тем, что... Кстати, он когда в Израиль летел в Шереметьево. Он прошел наших пограничников. И в ручной кладине лежал вот такой ножик. Вот такой, да. Короче говоря, я, естественно, ловко подменил паспорт свой с Бильжовским. И Бильжо, поскольку меня задержали с этим ножиком, я его не успел сунуть в чемодан. У меня был в ручной кладе уже, из Лиссабона на Азоры. То я задержался, а они все ушли. И я в ужасе думаю, как же там сейчас ребята, как Бильжо с этим паспортом... А когда воровал, ты паспорт и менял, ты не думал, конечно. Не думал. И я бегу... И вы путешествуете с ним. И вижу, что пограничный контроль. Проходит Бильжо, он стоит один. Вдалеке. Я не успеваю догнать. И он берет паспорт и проходит. То есть его пропускают. И тут уже я перестаю смеяться. А вот с моим. У меня на руках паспорт лысого человека. И что делать вообще? И все уже ушли. Все уже ушли. Не цепляйся. Короче говоря, я подошел, протянул паспорт и жду катастрофу. Пограничник смотрит на меня. Говорит. Сергей. Я говорю. Смотрите на меня. Сергей. Сергей. Да. Сергей. Сергей. Азоры. Отступление отступления. Короткое. И дальше совсем короткая. Сережа путешествует замечательно и очень интересно, потому что если ты голоден, он вам приготовит еду. Ну, я не знаю, как сейчас, так как импортозамещение, еду, наверное, Сережа поедет на Бибе, его группа должна взять с собой продукты, потому что ты будешь готовить из московского продукта. Поэтому нужно сумки ввести с собой с нашими продуктами. Сережа рассказывает бесконечное количество, память у него феноменальная, он рассказывает огромное количество анекдотов, он знает их наизусть. И когда мне звонит Сережа, он обязательно рассказывает мне анекдот. Я вообще человек склонный к меланхолии и прочее, будучи даже психиатром. Но когда звонит ЦК, я знаю, что разговор закончится обязательно одним, двумя или тремя анекдотами. И я всегда дико смеюсь, у меня текут слезы от смеха, у меня проблемы со слезными железами, железами. И смеюсь я, когда я смеюсь, я плачу. И с памятью, потому что есть такие люди, которые нифига не помнят, сто раз один и тот же анекдот расскажут, они всегда счастливо смеются. Вот это Бильжо. О, поэтому он всегда расскажет один и тот же анекдот, а я благодарно смеюсь, поэтому со мной ездить дико интересно. Дико интересно. Ему можно рассказать один и тот же анекдот. Кроме того, Бильжо психиатр, поэтому вы попадаете просто как бы в медицинский кабинет, вы все время находитесь в паре. То есть ты будешь сказать, что это страшно, ты сейчас пугаешь людей. Нет, я совсем людей не пугаю. Вы узнаете о себе много интересного. Бильжо заставляет всех наклониться по кругу. Не заставляет, а предлагает. 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 И потом, у Андрюши есть любимый маршрут, это Венеция, где он практически проживает из РКЗЖ в Москву, поэтому туда он едет как к себе домой. Венецию он обожает, знает ее великолепно, написал про нее книжки. И с ним пройтись по Венеции, он проведет всегда по... Пока же те места, где вкусные и виновные вкусные еда. Он вам скажет, что там не пахнет нечистотами, что их не сливают в море, что там все замечательно и хорошо. И действительно, увидеть Венецию с Бильжо надо, правда, печень иметь, потому что он все время выпивает. Все время выпивает по дороге. Это он граньер на шлиславе. А вот этот перед вами сейчас стоит трезвенек. Поезжайте к нему в Коктебель, где он гонит самогон из абрикосов. Ну, тоже нашелся. Берсиков, кизела. Я вспомнил сейчас, кстати, Миша кошку сказал про то, что Сережа любит приврать. Мне сегодня рассказали анекдот, я его запомнил. Пока. Завтра я уже забуду. Как человек знакомится с девушкой, по телефону ей говорит. Или по интернету сейчас уже. И пишет ей. Я очень красивый, я высокого роста. Я очень умный. Я закончил 8 вузов. Я люблю искусство, музыку. Я очень обаятельный. Я дарю цветы каждый день. Приношу кофе в постель. Свою любимую. А есть у вас какие-то недостатки, спрашивает она. Да. Один. Я вру. Поэтому, Сережа, давай говорить правду. Хорошо. А в мае месяце будет поездка в Намидию. 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 Как бы я хотел. Вот Серега едет спокойно в страну, в которой он был один раз. Да. А иногда в страну, в которой он не был не рожден. Да. И я, кстати говоря, предпочитаю. В отличие от того, что вот сейчас говорил Горжик, что душа компании, хедлайн, должен знать немножко больше кида. Вот я считаю, что нужно чувствовать. Чувствовать это другое. Я же сказал знать. В страну надо ничего не зная ехать. Зная только вот, что она существует. Где-то ты ее на марке видел когда-то. И ты попадаешь туда, и тогда ты впитываешься как губка. А когда ты шесть раз был на Кубе, учился там, и там все твои ученики, ученицы, соученицы. Наезд на Мишу Кожикову такой незаметный. Нет. А почему нет? Как он на тебя наехал, Миша? После того, как вы сказали, что у вас нет руководителя. После того, как он сказал, что я ловлю маленькую рыбу, и делаю ссылки, вытягивая рыбу вперед. Я, кстати говоря, в этой самой Намибии, куда мы все поедем, или почти все, я поймал акулу длиной 3 метра. И сидел на ней верхом. А еще попал в больницу. Да, и лежал, да. Кто может похвастаться, полежал в Намибии. Знаете, как лечил его доктор? Сережа попал в больницу с ростойством желудка. Неправда. Это правда. Нет. Сережа попал в больницу с больной поясницей после теннисного турнира. Чего ты все пугал? А у кого попал? Не знаю. Чего пугал? Кого лечили таблетками наоборот? Меня лечили от больной поясницы. Хорошо. Но давали-то не те таблетки. И не вылечили. Но давали очень вкусно. Мне давали тертую морковь с апельсиновым соком. Вот от чего у тебя будет. От тертой морковь с апельсиновым соком. Ладно, хорошо. А я... Сережа едет на Библию. А я 17 числа, я улетаю 17 марта, полечу на 4 дня в Барусалим. Я хочу вам сказать, что я пока выбираю маршруты тех мест, которые я очень люблю и которые для меня являются важными. Но вот Венецию я очень люблю и чувствую. Поэтому со мной ходит экскурсовод, который рассказывает замечательная Елена Баринова, которая знает досконально Венецию. Но я рассказываю про чувства, про ощущения, про вот то, что нельзя потрогать руками и часто нельзя понять даже умом. Иерусалим это место, которое, как сказал Лобачевский, ум в порядок приводит. Он сказал про математику. Это где в одной точке сосредоточены центры разных религий на расстоянии там 200-300 метров. Это удивительное совершенно место, где мы собираемся есть, выпивать и понять вообще историю, что происходит с нами. Поэтому я приглашаю, там есть еще несколько мест, в Барусалим 4 дня, вот сейчас в марте, а это ускорить и приблизить настоящую весну-лет. Вот, а дальше апрель, Венеция, потом Иския, Азербайджан, Баку и Соловки. Ну, Соловки там уже... И в этом намоленном месте... Там я, по-моему, останусь. И в этом намоленном месте в Иерусалиме есть такие магазины, где можно найти односолодовые виски. О! Кошерные. Нет, не кошерные. Шотландские. Шотландские, да. Так что, вот, собственно говоря, мы похвастались. Мы можем с Сережей стоять на сцене много часов, и вам скучно не будет, но просто Миша Кожиков уже у нас... Все-таки у нас есть начальник. Миша, у нас еще одна миссия. Замечательный начальник, которым мы гордимся. Да. Аплодисменты. Начальник был. Сейчас нормально выступить? Мы заканчиваем. Лизнул. 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 Мы заканчиваем. У нас еще была одна миссия. А, да. Алексей придумал провести аукцион. И, ну, как-то продать, не продать, но отдать победителю этого аукциона мою картинку. А, вот, Андрюша придумал сделать по-другому. Чтобы не делать аукционы и не бренчать с деньгами, просто загадать загадку. О, я ее загадаю. Очень быстро, друзья мои. Давай. Загадка такая. Первое. Несколько вопросов. Надо отвечать очень быстро и желательно сразу на треть. Внимательно. Время пошло. Какая собака у Сергея Цыгаля? Порода. Как ее зовут? И когда она родилась? Кто ближе всего к цели, тот получает картину от Сергея Цыгаля. Итак, порода собаки Сергея Цыгаля. Так, куча. Возвращая. Возвращая. А тем, кто знает, можно участвовать? Нет. Порзая близко. 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 Собака высокая. Поточнее. Собака высокая. Ирландский волкодавр. Отлично. Ирландский волкодавр. Тепло. Дальше. Дальше. Сколько ей? Как ее зовут? Ваша. Сейчас буду. Близко. Нет. Она девочка. Таня. Нет. Почти. Муся. Нет. Ну, Маня. Муся. Почти. Маня. Таня. Дуся. Здесь. Дуся. Здесь. Здесь. Сереж, Дуся нормально? Третья. Дуся. Дуня. Дуня, кто сказал? Дуня. Ну, я не знаю. Смотри. Дуня. 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 Кто сказал Дуня, кто сказал Ирландский Волкодав и кто сказал Пятнет. Три человека. Последний вопрос. Участвуют только эти три человека. Месяц рождения. Май. Цыгаля или Дуня? Только три. Нет. А я в один месяц с ней разговариваю. Вы побеждает тот, кто ближе всего. Три варианта. Май. Нет. Морк. Кто сказал Ноябрь? Близко. Близко. Я сказал три человека. В участии. Декабрь. А декабрь. Декабрь. Кто сказал? Все. Резай. Гуча. Итак, Ирландский Волкодав. Дуня. Декабрь. Пять лет. Ну, да. Ирландский Волкодав. Путешествуйте, друзья мои, с нами или с кем-нибудь еще, но ради бога путешествуйте. Я вам скажу только с нами. Только с нами. Что наша жизнь не такая большая. И вообще вспоминается только яркие пятна в этой жизни. А яркие пятна – это не что иное, как путешествия. Даже короткие. Даже три дня – это яркая вспышка в течение однообразного месяца, или однообразного года, или однообразной жизни. Будьте здоровы. Это было шоу Андрея Бережоевского, Сергей Цикарь. Спасибо. Доктор Горновский, прошу вас. Дамы и господа, нас на самом деле не случайно сюда позвали, потому что блюзовые музыканты – это люди, которые все время передвигаются. Мы путешественники. Блюз Брауни Маги – дождливый, дождливый день. Блюз Брауни Маги – дождливый день. Блюз Брауни Маги – дождливый день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Александр Соловьев, гармоника Александр Новоселов, слайд-гитара Сергей Кузнерцов, бас-гитара Юрий Китов, ударный инструмент Алексей Грановский, вторая гитара Тоже еще, вторая гитара, будет такая, вторая гитара Спасибо большое, Юру, замечательно, аплодируем 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 Мы отправляем в Японию, у нас едут две группы разных, одна едет с моим другом Александром Толоконниковым, он такой горы ландшафтного дизайна, все понимает про сады, но он не такой вот типа, здесь надо елку, а здесь палку, а он такой, он более как в другом уровне. А с другой стороны по Японии будет перемещаться Кирилл Самурский, где Кирилл Самурский? Здесь, иди сюда. Будет перемещаться Кирилл Самурский, который предатель, потому что он по образованию японист, но занимается совершенно другим делом. Он фотограф, уже много лет, больше 10 лет автор, постоянный наш географик, посол всевозможных Никонов, Кода Канонов. Канонов, да. Я вот, ну и в его поездке есть, ну другое, да, потому что он с ними говорит на одном языке, он про них все понимает. И еще у Кирилла есть замечательное призвание, он любит объяснять людям, как нужно фотографировать. Потому что, ну и раз, вот идешь по улице, видишь, как друг другу фотографируют на фоне местопримечательности, хочется взять фотоаппарат, и по башке этого фотоаппарата фотографу надавать. А вот, ну Кирилл, я вот, например, не могу объяснить, если у меня там в группе получится, а дальше снимать. Я не понимаю, почему это произошло. А он, его призвание, он умеет объяснить человеку, как надо сделать-то, чтобы было красиво. Расскажи, Чёнь. Чёнь. Ну, наоборот, здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Как говорил один из наших, не могу сказать, туристов. Путешественников. Путешественников, да, да. Когда мы были в Иране, он всегда в благодарность говорил, живот болит. Живот болит. Что быть, в Востоке везде надо, у вас живот болит, если хочешь умажить, да. Так вот, я веду, если можно так сказать, восточное направление в нашем клубе, поскольку по призванию и по профессии я встоковед. А в жизни занимаюсь разными делами, в том числе фотографией, фото-журналистикой, продюсирование документальных фильмов, перевод на секундочку языка, и вот вожу группу в клубе. И что мне очень нравится в клубе, что здесь атмосфера семейная. Сейчас мы сидим, разговариваем, а после того, как мы возвращаемся из поездки, это уже действительно получается что-то семейное. У меня группа, которая ездила в Иран в прошлом году, до сих пор переписывается в мессенджере, у нас есть группа, и каждый день люди строчат туда сообщения, привет, как дела, у меня все хорошо и так далее. То есть, ну, связь поддерживается. То есть, это больше, чем какая-то поездка. Так вот, у меня на данный момент есть несколько направлений, о которых я хотел бы рассказать. И эти направления обязательно каким-то образом связаны с моей работой, потому что я считаю, что не имею права возить людей в те места, где не был сам. То есть, один раз я могу поехать сам там, где никогда не был, и это действительно интересно, что-то новое открыть. Но если ты везешь людей в какое-то место, которое ты сам не знаешь, это чреватость, и, возможно, им опасно с ними ходить, и интересно, в общем-то. Так вот, у нас уже набралась, к сожалению, группа на Иран, и она будет повторена и весной будущего года, и осенью этого года, поскольку направление очень интересное, очень интересная страна. И мне вот, когда приглашают на сцену, говорят, расскажи какие-нибудь байки. Я думаю, ну, как же так? Начинают думать, что же мне рассказать. Ну, а ты умный, что ли, расскажи. И вот, и выясняете, что все же правда. Как я могу? Ну, мне, например, очень часто вспоминается работа с моими японцами. Действительно, это люди совершенно в другой цивилизации, и очень интересно с ними ездить по России. Это, кстати говоря, рассказ, который связан с путешествиями, и почему важно ездить именно с нашим клубом. Так вот, а... Подожди, ты хочешь рассказать историю про то, как приехал японец, и его спросили, что тебе больше всего понравилось в России, и он сказал, дети. Почему? Нет, дети, я неправильно. А может, то, что вы руками делаете, у вас плохо получается? Ну, неправда, неправда. Советский, значит, отличный. Ну, так вот, ездили мы с одной группой по Якутии в поисках мамонта. Японцы очень хотели для выставки Экспо получить тушу мамонта. Для того, чтобы найти, нужно было организовать экспедицию. Для того, чтобы экспедиция была успешна, нужно было собрать много информации из разных мест Якутии, чтобы переехать за одну точку, за другую, то есть, чтобы, ну, съездить в одно место, а за один раз обратить очень многое. Мы взяли с собой местного участкового из поселка Депутатский. Это два часа на самолете от Якутска. Если вы возьмете Якутию, поставите палец в середину, вы попадете в Депутатский. Это не чрезвычайно депрессивное место, извините, если кто оттуда. Ну, так вот, и, ну, что, мужики-то, у них праздник. Японцы приехали, загрузились. Приехали на одно место, только череп, на другое место ложное, третье место тоже ничего особенного, пятое место, и мужики уже бьют копыток, как же так, многие палки, деньги ускользают. Я слышал, сзади заговор, слушай, последнее место, водка стынет, нагревается. А я по тем временем перевожу японцам, что там, а как? Я говорю, слушай, ну давай все равно скажем, что там что-то есть, по крайней мере, ну нормально отдохнем. И я понял, что в принципе, людям все равно, куда ехать. Главное, чтобы была хорошая компания. Так вот, в клубе Гожихова, не важно, куда вы едете, компания у вас будет то, что надо. Но я буду агитировать за Японию. Все. Она начинается у нас 14 мая, немножко позже, чем майские праздники, но мы попадаем в то время, когда в Японии заканчивается золотая неделя, когда все японцы возвращаются на работу. И это как раз то время, когда можно спокойно путешествовать. Сакура же отсвела, но цветут глицинии, что тоже очень интересно, очень красиво. И главное, цены падают вниз. На золотую неделю они на 200-300% повышаются, а потом они резко падают вниз. И вот именно в этот момент мы и едем. Сразу должен предупредить, что компании у меня подбираются почему-то очень веселые, очень пьющие. И в отличие, например, от Бележон, они говорят, что у нас трезвенники, у нас почему-то компания непросыхающая. И вот что мы сели в Японии в прошлом году, в ноябре, нам не повезло с погодой, был серый дни, бросящий дождь, все это было вот так. Но мы с собой брали ежедневно 2 литра виски и разливали это по пластиковым бутутам и вкус под чаем. И где-то к обеду у нас заканчивался первый литр, все же были хорошие. Но самое веселое происходило в Иране, когда мы покупали алкоголь в абсолютно стране, в которой алкоголь запрещен. Даже там мы умудрились найти вот этот божественный напиток. Очень вкусный. Дело в том... Знаю, сам покупал. Дело в том, что там, как в современных Советского Союза, люди гонят. И гонят так хорошо. Все это прекрасно знают. И завозят самогонные аппараты как аппараты для изготовления розовой воды. Розовая вода у них получается великолепная. Со вкусом вишни, косточек винограда. Особенно, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то противоправное. Она становится еще вкуснее от этого. Как мне еще проэкламировать себя? А, ну да, точно. Я же японист. Я же переводчик иконского языка. Самое главное. Я заканчивал институт. Ну, у нас были преподаватели из ИСА. Совершенно не важно, что я заканчивал. Абсолютно. Но образование у меня хорошее. Высшее. Ну, так вот. Вы меня сбили. Прелестно. Все, я начал. Я начал с того, что я я японец. И в нашем туре по Японии я не только душа компании, но и гид, и переводчик, и менеджер, и погоняло. Поэтому работаю по 12 часов, но мне это очень нравится, честное слово. Скажи, а вы что-то проговаривали дальше, после Японии? Какие-то есть разговоры? У нас, да, у нас после Японии есть еще такая замечательная страна, как Туркмения. И она у нас объединена вместе с Узбекистаном. Получается, две древние цивилизации, древний МЕРФ, Туркмения и Узбекистан. В прошлом году, из-за того, что Туркмения праздновала независимость, она вдруг решила отменить все визы, запретить, вернее, выдавать визы. Стало еще более закрытое. Но в этом году мы постараемся пробить все визы и сделаем эту закрытую страну, Беломараонную, очередной, великолепный тур. А когда? А мы планируем на сентябрь. На сентябрь, а сейчас даты утверждания. В сентябре, а этого будет. Ну и в Иран, я тоже думаю, ты вернуешься, может, в будущий год? Да, в Иран у нас эта группа уже набрана, следующая группа в Иран будет в октябре. Можно уже предварительно оставлять заявки. И надо это делать побыстрее, потому что очень скоро Иран откроется всему миру. И это будет проходной двор. И чтобы увидеть эту страну, по крайней мере, в нетронутом состоянии, надо ехать именно сейчас. Фотографировать научишь? Обязательно. Спасибо тебе большое. Мы объявили эту группу, как мы, ну, группу, встречу, как встречу, преимущественно, для новичков. И сегодня у нас несколько новичков, которые привыкают к отряду туш компаний. Во-первых, это один новичок, которого я очень, я с ним был знаком, с ней, но и немножко побаивался до тех пор, пока не познакомился в кубинской поездке. Это Катя Рождественская. Катя, можно? Можно я тебя сюда вытащу? Вытащу. А книжку ты принесла с собой или забыла? Забыла книжку. А принесла что-то другое. Это твой телефон в такой кипятской, что скажи, держи. Держи. А книжку забыла. Ну и плохо. Вот, значит, Катя всю жизнь называла... Что ты делаешь? Катя ведет социальные сети. Спасибо большое. Да. Ты есть на публикации «В день» на фейсбуке при своей собаке. Я знаю, при твою собачку уже, по-моему, каждый волосок могу пересчитать на ей. На ей. Да. Катя всю жизнь... Я даже ее спросил, а ты когда представляешься, ты кем сам называешь? У нее фотограф. А тут она, значит, сорвалась с цепей. Не правда, говорите, не срывалась никогда. И написала уже три книжки. Третья выходит вот-вот. А третья как раз про путешествия и про Кубу. Я успела вот на Кубу вставить, поэтому приходили в презентацию. Да. Ну, значит, так вышло, что Катя-папа родился на Алтае, но это было... Он не сразу уехал, да? Он там не жил, по сути. Ну, он жил немножко до войны. Дело в том, что я никогда не была на Алтае, и у меня это сидело в мозгу, что это ужасно, и неприлично, и стыдно, и так нельзя. И как раз, когда я увидела Мишу, я подумала, что вот как раз есть возможность, что можно поехать на Алтай, и посмотреть, и походить по его местам, посмотреть на людей, говорят, там безумно красиво, говорят, там какие-то особенные люди. И я вот хочу поехать и посмотреть. Я уверена, что это правда, конечно, у каждого свои впечатления, но вот я в июне еду от клуба. О Коякову я всегда завидовала. Расскажи, пожалуйста. Я с детства смотрела его передачи, прям с молодого в детстве, да. Я думала, надо же, какой мужик, Господи, вот как можно еще вот за то, что ты получаешь удовольствие, еще и деньги получать. Думаю, я в детстве. А скажи, я не скажу тебе, нет. Я тебя завидовала и продолжаю завидовать. Алтай, как к тебе это видится? Что это такое? Мне это видится как какие-то детские впечатления от рассказов, как какой-то совершенно удивительный запах, потому что у меня все ассоциации связаны с запахом и с картинками. Мне надо обязательно ездить и смотреть. Я могу не записывать, я могу сидеть на месте и смотреть. Я вот напитываюсь глазами. Мне необходимо, чтобы глаза смотрели на что-то красивое, чтобы запоминать и чтобы потом делиться обязательно. Я это не коплю. Мне надо делиться, мне надо выкладывать это людям, чтобы они видели, какая красота есть. Я не пасхую с этой красотой, я просто показываю, что это есть и что надо туда ехать, и что надо получать удовольствие от жизни, что надо везти туда родных и детей. А если не получается, то хотя бы приезжать домой и рассказывать. так что обязательно смотрите, обязательно ездите. Ну смотри, значит, я все-таки честно тебе должен предупредить, что это наша родина при этом. Это действительно очень красиво, но это наша родина. Вот есть такое словочитание «горная шория». И у всех возникает образ такой, это просто канандует, затерянный мир. А в действительности это ты плывешь с себя пьяной и люди на берегу такого алтайского вида, когда говорят «Туриста, крючок давай, водка давай» и всякую нашуя. То есть, ну, родина. Значит, у нас будет два маршрута на Алтай. Один это вообще полный контакт. Там будет плату Укок, где нашли эту знаменитую принцессу Укока. И будет Карагемский прорыв. Посмотрите, кто запомнит на Ютьюбе. Карагемский прорыв это самое сложное в мире водное препятствие, которое было пройдено одними и теми же людьми, которые уже перерывом в 20 лет. И считается покорением Авереста в мире водного сплава. Но для того, чтобы увидеть и Плату Укок, и Карагемский прорыв, это три ночи в палатках. Мы подумали, что жестоко будет отправлять Катю с ее собакой. Собака не едет, надеюсь. Ну, почему? Ну, мы все-таки сделаем два маршрута. Один для тех, кто готов помокнуть в палатке. И для вот вторая поездка в Июне с Катей. А почему, кстати, в Июне помогли? В Июне день рождения отца и там ну, интересно будет, я думаю. Меня все время зовут в Июне там приезжают какие-то люди с селений, а я очень люблю с людьми общаться. Я молчу всегда, но на них смотрю и все напоминаю. Ну, на самом деле не всегда, не всегда ездили на кубу с Катей иногда говорить, так что не страшно. Потому что мы ром пили с тобой, а там я не знаю, что на Алтайпике. Рудку, коньяк, виски, джин, ром, чего попадется. Вот, вот такая замечательная Катя. А потом, еще этого нигде не написано, но мы хотим отправить Катю в Грецию. В Грецию. И все есть. И все есть. Пока ее тоже не включили. Ну, я не раз ездила в Грецию, отвратительно. Ужасная страна, все было плохо, было жарко. И бандитские люди, все было ужасно. Какие-то отели, ну, все-все-все было плохо. От самолета до дороги домой. И я хочу как-то изменить эту ситуацию, переломать мое впечатление и вот на зло всем грекам поехать и получить удовольствие. Я придумал, спасибо, я придумал такой рекламный ролик для нашего клуба. Мы звучат так ку-ку, а вдоль дороги мертвые скосы стоят и тишина. Путешествуйте правильно. Клуб путешествий и хорошее. И еще один новичок в наших видах мой товарищ Иван Усачев. Принес ли Иван Усачев что-нибудь из того, что его просили принести? Будем мы что-нибудь смотреть или не будем? Нет, мне сказали, что не будем. Не будем. Не понравился я. Добрый вечер. Скажи мне, пожалуйста, вот ты всю жизнь, не всю жизнь и ты знаешь не только эти, но твоя телевизионная известность во-первых, конечно, связана с программой «Я очевидец» и потом с тем, что там с ее детьми различными. Где что-то там случалось, нападало, пропадало. Мой главный ребенок это YouTube. Потому что я считаю, что я провозвестник этого супер успешного проекта. Провозвестник. Еще до того, как этих парней из Лос-Анджелеса придумали, эти флеш-плееры, я уже делал программу маленькую на канале ТВ6. представь, что вы сейчас в Лос-Анджелесе лежали, жива, глупые решенцы, не так, как ты. Скажи мне, пожалуйста, а ты хоть раз сам видел летающую тарелку зеленых человечков, дежурных, или не очень? Ну, что ли, такое, ты не знаешься? И этот вопрос, я думаю, знает каждый видео-журналист, который берет тебе интервью. Мне чудовищно стыдно программу, которая делала, которая мне принесла и славу, и деньги, и какое-то положение на телевидении. Ну, потому что все было отвратительно. Кого я искал? Я искал зеленых человечков на МЛО. Я снимал падающих людей, разбивающихся машин. Это просто чудовищно. Я прошу у вас у всех прошения. Извините, пожалуйста, меня. Серьезно? Фигасно. Да, это правда. Ну, а сам, ты вот хоть раз подал, что, когда, что, нет камеры, я бы это, я бы это снял, и это потому что было удивительно. Потому что я бы, я бы, не знаю, таких случаев было очень много, и я подумал, что, ну, да, была бы камера, я бы снял, и, может быть, оттуда, посверху бы увидел бы, ну, в качестве души компании, вот оттуда бы смотрел, как я разбиваюсь в машине. Да, были случаи, и в самолете падали, и однажды, когда я снимал салют с вертолета, летчик, ну, пилот, так, такую вираж, крутость, совершил, что я подумал, что я упаду, потому что он снял двери предварительно. И к последнему моменту я схватился, но предварительно я привязал камеру веревочкой, поэтому мне не попало, в общем-то, от руководства. Я хочу сказать, что я опытный путешественник. Я, может быть, как начинающая душа вашей компании, но я путешественник, более, наверное, опытный, чем присутствующий здесь в зале, потому что я слышал кругосветные путешествия, если ты помнишь. Не помню. Да. В 99-м году я был отправлен прямо вот туда, далеко-далеко. Я пересек экватор дважды, мы посетили 10 стран, мы побывали в 25 городах, я потерял дорогое пальто, потратил очень много денег там и снял огромное количество материалов, огромное. Я снял там часов, наверное, 10, и мне пришлось отружать до 15 минут. Ну, ты меня понимаешь, как тяжело. Вот. И еще, я считаю, я могу отнести к своим достижениям, настоящий путешественник, мы, я участвовал в гонках пушечной дро, с сумасшедшими совершенно людьми, с Украиной, из России, с богачами. Мы ехали из Москвы в Сан-Тропе. Это 3400 километров. И мы преодолели вот это расстояние за 18 часов. Мы ехали на гигантской скорости. Тогда еще не было шенгена, были отдельные страны, но мы, у нас были визы, и мы преодолевали со скоростью ветра. скорость была 300 километров в час. Мы так предполагаем, потому что БМВ с растущенными цилиндрами, там стрелка опускалась прямо до упора, а упор был на 280 километров в час. То есть 300 километров в час, я так думаю. Да? Похлопайте мне. Я остался жив и снимал все это время. Представьте себе. А с Иваном мы замыслили две авантюры. Во-первых, Грузия на майский праздник. А почему ты выбрал Грузию? Просто потому что соскучился, давно не был или вообще никогда не был. Грузия это сказка. Грузия близко всегда была, но я там никогда не был. Да ты что? Да. Никогда не был. Я такое удовольствие ожидает и тех, кто с тобой поедет. Но самое смешное, что вот, хотя это гастрономическая поездка, я мало ем, стараюсь, вот, и перестал практически пить. Так что для меня это будет, конечно, серьезное испытание. Это насторожено. Любая поездка в Грузию гастрономическая. Вот, на майские, да? Тоже? На майские. Неделя, насколько я помню. Правильно? Неделя? Неделя, наверное, неделя. А вторая авантюра будет связана с тем, что мы сажаем Ивана на машину времени и отправляем у него юность. В юности, правда, была война. Война там закончилась, а страна осталась. Эфиопия. Да, это потрясающе. Это на когда намечено у нас? А я не знаю, я не знаю. Это в ноябре, наверное. Да, ну у нас. Видимо, на мой день рождения пойдем. Да, это потрясающе на самом деле была страница моей уже достаточно большой биографии. Я служил два года в стране под названием Эфиопия. Вернее, я служил в той ее части, которая стала сейчас отдельной страной, Эритрея. Вот. Ну и дослужил по месяц три в Алисабебе. Очень интересно было бы там побывать. Говорят, она осталась так уже бедной, но зато появились хорошие дороги. Интересно было бы увидеть своими глазами. Да, я жду этого с нетерпением. Это правда. Ну, Эфиопия это вообще такое, хотя я там страшно заболел, но это Мастси, это одно из самых интересных, что есть во футболе. У меня впечатление, у меня такое впечатление осталось, я помню Алисабеба, какие-то дикие, страшные машины, разбитые, старые, и вот они как-то очень медленно ехали по улицам дребезжа, и один из немногих цветофоров, мы там остановились, это военная машина, мы в форме, я тоже в форме, и тут подходят к нам женщины, она была голая по пояс, я помню, одна грудь у нее была прикрыта тканью, а это был мешок, мешок, это был мешок, на котором было написано зерно из Канады, для продажи не предназначено в английский, да, она прошла, так у меня посмотрела, потом нагнулась, взяла булыжник, почему-то лежала там на дороге, и сделала так, я думал, что все, мне конец, поэтому я бросил и пошла дальше, ну, собственно, но ты работал с английским, с амхарским, амхарским я учил, да, учил, амарня и и челялю, и челя, амарня и челяль, это че, амхарский знаю, хорошо, еще я вам должен сказать, что, ну, правда, как-то вот, мы встречали человека, и говорили, ну, знаешь, Полькина, ну, он в Восстанке же работает, в Восстанке тысячи людей работают, и мы все, конечно, встречаемся на каких-то там фестивалях, на тусовках, но вот у меня только два человека, с которым я поддерживаю телевизионного мира, ну, может быть, три максимума, которые я поддерживаю отношения. А с Ванькой вдвое, один из них, ну, примерно в одно и то же время учредили телекомпанию, 8 лет назад, и перезванивались, то он мне, то я ему, слушай, какие они сволочи, ничего не дают, зажимают, зарплату платить нечем, говорит, да-да-да, сволочи, зажимают, ну, в общем, мы как так, нос к нос ушли, но я схожу здесь с этой дистанции, наверное. Ну, я это впервые услышал 8 лет тому назад, что ты сходишь с дистанции, но ты выглядишь прекрасно, и ты с активной работой, с активной телевизионной производства. Ну, ты говоришь про мир телевизионный, но мира телевизионного нет, он был, когда-то, когда в телецентре работало 20 тысяч человек, я почитал специально, вот, а сейчас это несколько отдельных миров, и телевизионный расстанкер только один из них. Есть мир ТНТ, есть мир НТВ, есть мир СТС, медиа, то есть их очень много. Ну, в общем, тогда... Пора создавать отдельный мир? Давай. Михаил. Усачев и Кожух. Ну, главное, что теперь мы будем с тобой перезваниваться. Ты из Эфиоты, а я из Дагестана, я вы спрашиваю, ну, как у тебя там, Манька, девчонки-то симпатичные, и муж говорит, да, отличные. Выпивают? Нет, у нас спортивная группа. Я говорю, мы выпиваем. Я же не пью. Ну, я поймал, я говорю, спортивная группа. В общем, кто надеется поехать в Грузию и там ничего не выпить, вам кусачевок. Давайте, спасибо тебе большое. Ну, вы поняли, что я замечательный, правда? Ну, это была моя задача. Так, я сейчас должен посмотреть сценарий, что должен сказать сейчас. А, еще один новичок, которого я притащил в наш клуб, за шиворот. Он пришел, сел такой важный, надутый, мне все говорят, кого привел вообще, что за душа компании. А он в действительности самый смешной домога, которого я в жизни видел. ну, просто такой безбашенный. Ну, правда, генерал разведки. И был ее спикером Юра Кабанадзе. Очень, очень хороший, теплый, яркий человек. Мы спросили, куда хочешь, куда хочешь поехать? Он сказал, в Лондон? Конечно. Где он работал, сам шпионом. И откуда, где его карьера шпионская закончилась? Ну, не потому, что он провалился, а потому, что была такая сволочь, Горзиевский, который сдал всю резидентуру советского. Ну, не всю, конечно, но спрадало почти 20 человек, молодых ребят, которые, в общем, ну, как-то служили отечеству, так, как они это понимали. Вот. И среди них был Кабанадзе в том числе. группа почти набрана в Лондон. Не думаю, что он расскажет что-нибудь про то, что происходило лично с ним, хотя не исключено, но про всякие лондонские коллизии, шпионские расскажет, конечно. Я точно могу сказать, что те, кто с ним поедет туда на эти 4-5 дней, ждет огромное удовольствие. Это будет здорово, если вы подружите с Кабанадзе. Ну, что там говорить? Почему его нет? Знаете, сегодня он ведет вечер на дне рождения Михаила Сергеевича Корбачева. Ну, наверное, да, это говорит о уровне тамады. Вот. Так, что я еще не рассказал? Что я не рассказал? Начальники. А-а-а! Ну, да. Должен был здесь быть Михаил Козырев. А те из вас, кто хоть как-то имеют отношение к музыке, знают это имя. Значит, он сейчас работает на дожде и не смог прийти в том числе и потому, что у него там какой-то внезапный случился эфир. Кстати говоря, и я приехал поздновато, потому что он меня вывел по скайпу в эфир дождя. Я там рассуждал про начерты, чили и так далее. Вот. Миша невероятно зажигательный. В нем просто силы очень много. И мне придется опять позвать Алексея Мясникова, который с ним съездил в Барселону и расскажет вам, как это бывает когда в поездках с Козыревым. Перед тем, как мы поговорим о поездках с Мишей Козыревым, вдруг кто не знает, коротенькое видео, где Миша собственный агрессон. Мне кажется, что путешествиями люди закрывают свой какой-то внутренний глобус, на котором они надеются, что к концу жизни они окажутся белых пятен. мне кажется, что они ищут, точнее мы ищем силы впечатлений и собираем какую-то такую внутреннюю директорию или коллекцию из фотографий тех ситуаций, в которых ты будешь счастлив. Душа компании это тот, кто ее не душит, а вдохновляет. Я так себе это представляю. Это источник вдохновения и некое связующее звено, которое превращает всю поездку в какое-то увлекательное привычное привычное. Есть эффект попутчика. Это описано неоднократно в литературе, что человеку, с которым ты вдруг оказываешься, например, в однокопо поезду, ты гораздо легче изливаешь душу, чем даже самым родным и близким людям. Мне кажется, что вот в интриге путешествия с абсолютно незнакомыми людьми кроется какой-то такой же таинства. Скажу правду, самый верный способ узнать страну это затеять роман с прекрасной женщиной, которая живет в этой стране. И желательно с ней пожить еще несколько месяцев. Вот это гарантированный способ узнать страну. Интрига в том, что тебе открывает глаза на страну ее, собственно, житель и знаток как раз в том, что никакая официальная экскурсия или курортно-отельное пребывание не подарит тебе таких неожиданностей и таких мест, таких напитков, я не боюсь этого слова, какие может тебе открыть местная Бельгина. Самой прелывательной ситуацией из всех путешествий для меня по-прежнему остается вечер дома в группу Дети Пикассо в Бельапеште. Это как раз такая вещь, которую ты ни за какие деньги ни в каком туристическом туре купить не мог. В Гайе и Гаре музыканты группа пригласили нас домой в какую-то маленькую крокотную квартиру в обычном жилом районе Бельапеште далеко от центра наверху на этаже, которые выходят на балкон, выходят двери всех квартир и все соседи общаются друг с другом. Мало того, что они накормили нас превосходно армянской кухней, мало того, что они исполнили нам много песен своего репутара, так они еще под занавес этого вечера заставили каждого из присутствующих быть каким-то музыкальным инструментом, хором, песней. То есть Гайя сама побежала вокруг, у каждого ловила или холокушку, или кастанетку, или какой-нибудь маракас. и все там и она начала петь армянские народные песни. Это, конечно, было очень нежно, но то есть ни один человек из тех, кто присутствовал, не смотрел на русские народные песни. Миша Козырев это на самом деле такой ценный ресурс, который я считаю лично, простите, Михаил Козыков, одним из самых таких ценных в клубе. Во-первых, он единственный, кто разбирается в музыке, разбирается по-настоящему. Он гуру музыки. Он знает не просто обо всех музыкальных направлениях конкретных артистов и так далее. Самое главное, что он со многими из них знаком и дружит, и это позволяет нам делать практически невозможно организовывать квартирники. Вот Миша рассказывал про прошлый год был квартирник Дети Пикассо, когда ездили в Будапешно в фестиваль Зиги. Зимой мы делали очень крутую историю в Барселоне с квартирником, лидером группы Бразовили Дэвидом Брауловым. Сейчас Миша опять превзошел у самого себя и на майске буквально, вот мы вчера-вечера разговаривали, он договорился в Грузии, в Тбилиси на майске квартирник с Завребель. Может быть, кто-то знает. Круто ведь? Да. Невероятно круто. И, вы знаете, Михаил, я бы вот на месте людей здесь сидящих, а вам бы не верил до конца. И мне бы не верил. Это правильно. Я цеголю. Знаете почему? Во-первых, мне. Потому что вы зазываете всех куда-то, зовете, поехали, там будет интересно, деньги, наверное, за это просите, да? А как люди ездили, мы не знаем. Вот давайте просто я вот попросил Игоря, который был с Козырем дважды в поездках в качестве путешественника. Рассказать о том, как это было изнутри. Игорь, приходите сюда. И последняя наша история, где мы с Игорем были вместе, это как раз квартирник у Базовили в Барселоне на Новый год. У нас с тобой минут пять. Михаил всегда нервничает, когда мы много говорим, что три китайских. Добрый вечер, друзья. Я не готовился. Спасибо Алексею за приглашение. Я формата такого не представил большого. Думал, буквально будет человек двадцать. Мартирник был. Квартирник, да. И даже гитару захватил на всякий случай, но не буду у меня по собой выступление. Лучше поговорю. Дважды я был с клуба Михаила Кожухова и оба раза с Михаилом Козыревым в поездке. Первоначально, подписавшись на него в фейсбуке, увидел объявление о поездке в Лондон. Я не знаю, первая это была поездка или нет. Это был первый. В Лондон в июне. И комментарий мой был такой друзьям, что независимо от цунами в бизнесе и что бы ни произошло, надо ехать. Потому что, когда нарисовалась картина того отметка, что вывел с Алексеем Гур в музыке и человек, который создал несколько радиостанций, который поучаствовал в создании, наверное, всех видимых и значимых артистов на постсоветском пространстве. Когда он показывает Лондон, музыкальный, для меня было неважно, сколько это стоит, когда это происходит. Я не знал тогда, что это произойдет не один раз, а будет повторение. Поэтому решил, что надо ехать. Ну, последний раз. Да, первый и последний. И, конечно, у меня была своя адженда такая небольшая. Я сам занимаюсь музыкой, играю и пою. И в тот момент пошел в шоу «Голос». И мне было интересно узнать, Михаил, совет получить, понять расклад на сцене, в шоу-бизнесе, вообще, что это такое. Я могу сказать, что действительно не только получил я какой-то совет и обратную связь, но любой человек, даже не связанный с музыкой, с какой-то такой профессиональной точки зрения, который просто ее любит, получит огромное количество удовольствия такой поездки не только благодаря Михаилу. И не только благодаря Гиду, который делает интересный маршрут, а благодаря тем другим 8-9-10, я не знаю, последний раз было значительно больше. 12. Да, вот, конечно, 8, мне кажется, оптимальный. Прости, мы были в поездке, мы помешали вам. Ну, вот, тем нескольким людям, которые вас объединяют в увлечении музыкой, это единомышленники, и каждый из них по своему интересе. с нами в поездке был потрясающий человек Сергей Сергеевич Леников. У него сегодня день рождения, я не знаю, может, мы его пошлем поздравления, такие коллективы. Он живет в Германии. Германию, да. Долго можно рассказывать, коротко, это человек, который, наверное, за свою жизнь прожил 10 ярких жизней в одну из тел. Количество историй, эрудиции, интеллекта зашкаливает. И так каждый по-своему участников был интересен. Вот в этом порыве объединенное и увлечение музыкой и еще с душой компании, которая вас наставляет на путь истинный в отношении всех ваших вопросов и увлечения и артистов. Конечно, это удивительное путешествие. Поэтому второй раз я уже не раздумывал, когда это был про Зари. Опять же, у меня был свой интерес понять, как человек, Дэвид Браун, играем на акустической гитаре грустные песни, что явно не в тренде ни молодежи, ни в мейнстриме, так скажем, как он смог стать популярным в классическом понимании этого слова. Быть в ротации на радио, собирать какие-то стабильные аудитории. Опять же, я ответ на этот вопрос я получил, но это Барселона, которую я увидел. Конечно, в командировках я бываю 10 раз в год, но то, что я увидел только Барселону благодаря Маше и Энрик, он просит, Энрик музык. Ну, все-таки. Но я так написал, что переоткрыл любимый город намного лет вперед. Потому что те места, куда нас водили, возили, и местный человек, который становится проводником в этот мир, и вот этот еще твист из музыки от Михаила Козырева, он совершенно делает неповторимым и неоценимым этот опыт. Другими словами, да, стоит это дороже, чем если вы купили все, сами поехали, но попробуйте сами организовать этот квартирник. Это организовать это невозможно. И поэтому я считаю, что обе поездки безусловно стоили, мы не репетировали еще раз, Алексей, я что-то влюблено на тебя сказал, но они безусловно обе поездки стоили и впечатлений, и знакомства расширения сознания и новых идей. Вы вернетесь обязательно из такой поездки вдохновленные, по-новому гляньте на свою жизнь, на окружающий мир и сделайте что-то новое, классное. И снова вернетесь, чтобы черпать вдохновение. Как-то так. Спасибо. Круто. Я поверил на этом месте Михаил Кольжуков Михаил Козырев обычно говорит, а вот со мной ближайшие поездки, так я быстренько вообще так, Грузия в Гавребии, квартирник, выйдет в Тбилиси, Грузия будет пятидневный, на вторые майские, анонс только начинаем, цен еще нет, программы нет, вы примерно понимаете, что происходит с ценами, так и будет. Вот. Вторая история будет соответственно ACDC, там чуть-чуть осталось мест, последний раз эти, возможно, последний раз эти старые рокеры выступают, простите за такое ебить к ним. Потом будет опять повтор Зигита и уже подтвердились дети Пикассо на то, что снова сделают квартирник для нас. Это будет опять невероятно круто и волшебно. Вот. Ну и есть уже дальняя история, у нас уже лежат 10 билетов на группу Кьюр, это Лондон 1 декабря. Вот. Это с козырем плана и практически наполовину они уже заполнили. Поторопитесь, ребята. Михаил, вы меня просите не занустывать, скажите мне, пожалуйста, у меня просто припасено три истории, не мои, а наших путешественников, которые поехали путешествовать, их жизнь изменилась. В них рассказывать кратко или пропустить? На следующей встрече клуба. На следующей, поэтому прежде что? К Франции вера, ну к иди сюда. Вы не хотите народу показать 120 новых человек, которые не видели двухминутный ролик? Нет, не хочу. А давайте спросим. Нет, нет, я не хочу. А значит, Вера и Франция были были Добрый вечер. Были со мной на грузерштернах. Ну и просто я больше всех волновался. Что я вам говорю? Слово нельзя сказать. Мне хотелось, чтобы это было как? По-грузерштернахски. Ну да. Ну вот, чтобы было офигительно. Мы переживали, потому что, ну бывает, что у нас ездит Сергей Цегаль с тремя девушками. Бывает, что я езжу там с 15 людьми, а тут 34 человека. Это для нас невозможно. Это бывает только на грузерштерне. И для меня это очень такая дорогая, дорогая моему сердцу история. Мне вот очень хотелось, чтобы все было вот так. Как было? Это было именно так. Это была история, на самом деле. Тяжелность, наверное, лет 15. Потому что у меня есть очень близкий друг, который... Я просто, чтобы не очень громко, ничего не знаю, хорошо. У меня есть друг, который прошел на нем полусветку в 2000 году. Они заняли второе место. И, в принципе, все 15 лет по любой пьянке, по всем этим историям я уже как бы в нем вжился. И в какой-то момент, даже не знаю почему, но как-то, видимо, судьбой это получилось, что в нужный момент, нужно время я записался. Взял два места, хотя, в принципе, я не думал, что это такой женский вариант еще. Кому же. Приехал в клуб, оказывается, записались одни девушки. Я был, по-моему, первый мужчина, который записался на судно, чему был приятно удивлен. А в дальнейшем все приключения. Они учились там с опозданием на самолет, с бесконечными пересадками неправильными. Но, в общем-то, мы встретились и все закрутилось. Знаете, с моей стороны, вот я сейчас пыталась готовиться к этой встрече и хотела что-то рассказать, но вот это то самое путешествие, в котором у меня не получается собрать как-то все воедино и вот какую-то вам историю рассказать. Вот как начиналось, что проходило. У меня было так вау! Ой! Все какими-то резкими отрывками, классными такими. Все это путешествие под нами три тысячи метров. Ничего себе! Ой! До ближайшей точки раз в семь дней в 65 километров тут даже связь появилась. Ух ты! Ой! На камбус! Побежали на камбус! схватил новую подружку и говорит, побежали, давай поможем всем приготовить что-нибудь! И мы чистили, кальмары резали какие-то. Вот постоянно было все вау! Такое новое, интересное, задорное, что до сих пор эти эмоции они как-то переполняют так, что даже толком рассказать нормально ничего не получается. но это было вот реально офигенским. Это такой женский вариант, потому что мужское это когда сначала смотришь на мачты высоту в 56 метров не понимаешь вообще как на них взбираться. Вот. тебя одевают жилет и в конце говорят, что в принципе жилет и не нужен, потому что там по большому счету по большому счету строковать тебе некому и вот и вперед. и когда-то на неустойчивом, на неустойчивой поверхности взбираешься наверх и тебе все мешает и ветер, и канаты какие-то, и тросы и в общем все это очень неустойчиво. И это первый день и по большому счету наверное только эта эмоция стоит того, чтобы это либо прожить, либо повторить. Это как такой героический подвиг. по большому счету есть страны, есть то, что нам нравится, мы путешествуем. Иногда нам нравится путешествовать два дня, иногда с друзьями. Я небольшой привержен большого коллектива, но такие места, думаю, это должна быть сплоченная и немаленькая команда. Вот, кстати, да, Михаил Прахов мы уже много раз это обсуждали и говорили, у нас первый раз за наше с Францем путешествие и вот это, я понимаю, действительно часто такое случается, когда 30 человек, не знающих друг друга, разные совершенно по возрасту и по всему, встретились, полюбили друг друга и теперь мы до сих пор не можем расстаться. Мы с сентября встречаемся постоянно, где-то уже дома, на каких-то вечеринках, мы сами себе устраиваем какие-то встречи, независимо вот от этого клуба, на который мы каждый раз ходим. В общем, у нас какая-то семья-банда. Прям вот мы действительно в пионерском лагере не так все потом встречались, как вот сейчас и здесь. Мы все как дети и с удовольствием ждем каждой встречи, готовим каждый раз какие-то новые фильмы, чтобы еще раз посмотреть, придумываем что-то. Ну и само путешествие еще опять добавлю, конечно, это что-то невероятное, когда шторм, когда тут далеко, глубоко, в открытом море молнии сверкают, крен, шкафчики в кубрике у тебя, детские, металлические, открываются ночью, вдруг из них все куда-то вываливается. Ты не понимаешь, как с этим справиться, так что тебя тоже куда-то постоянно несет, носит. Девчонки все вау, вскакивают, прыгают, потом успокаиваются, начинаем успокаивать ребят, которые уже в полном обмундировании бегут, парусный обрал, парусный обрал, и все это было проживать очень-очень здорово. Спасибо. Спасибо. Если кто-нибудь когда-нибудь в жизни хочет услышать самое интересное пробуждение утреннее, то это именно на Крузенштерне. И, наверное, с этим Михаил согласится, правильно? Мы подумываем уже, может быть, о будильнике, изобретение такого будильника, который будет говорить голосом. Просто в 7 утра судовое радио будет всех рассказывать, где мы находимся, сколько прошли миль, какая погода, что ждет впереди. Посмотрите, как это было. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok На всякий момент, когда прощались, когда мы орали, их им скомандовало, даже сейчас мурашки пошли, плакали все, включая меня, вот когда мы отходили от корабля, невозможно, такое в душе творится. Значит, на Майске осталось два места в мужском кубрике. Если кто-то решится, то это можно сделать прямо сейчас. Нам подтвердили второй отрезок в августе с Алексом Дубасом. Барышням советую поторопиться, потому что женский кубрик один, и он набирается очень быстро. Значит, меня Алексей Мясников подбивает сделать вот что. Нам, в принципе, за нами зарезервировали еще один отрезок в июле. Я говорю, что, видимо, у меня есть такой, ну, у нас вообще такой добрый и злой следователь. Он такой активист, такой вот, значит, солнечный, а я такой все его на землю. Он говорит, наберем. Я говорю, не наберем. Наберем. Ну, это обязательство с нашей стороны, перед кораблем. Он говорит, ну, давайте, Михаил, выйдите и в конце скажите, а есть кто-нибудь в зале, кто хочет пойти с вами в июле на Крузенштерн, на Низелю? И если найдем хотя бы 10 человек, то заморачиваемся. Если нет, нет. Два – это мало. Да, кстати, вот я забыл вам сказать. Можете себе представить? Рейс, на котором, где мы это снимали, был осенью. Четыре человека из них идут в мае. Представляете, что вообще корабль с ними сделал, если они через полгода идут опять? Есть ли 10 человек, которые хотят в июле пойти со мной на Крузенштерн? Раз, два, три, четыре, пять. Не надо. Пять. Слабо. Будем думать. Тебя видел. Тебя видел. Ребята, в общем, это все, что мы планировали вам рассказать. Те души, которые еще не разбежались по своим усилиям и давам в вашем распоряжении, включая меня, общайтесь, выпивайте, закусывайте, делайте, что хотите. Алексей Аграновский, доктор Аграновский. Давай. Это будет лично, может, эта штука. Спасибо. Песня Чемпиона Джека Дебри, она готовит вкусное желе. Чемпион Джека Дебри был удивительным исполнителем. Он был чемпионом по боксу и потом стал автором и исполнителем блюза в Новом Орлеане. И играл на самых престижных площадках своего времени, публичных домах и питейных заведениях для черных. Итак, щемеем. Песня Чемпиона Джека Дебри был удивительным исполнителем. Песня Чемпиона Песня Дебри был удивительным исполнителем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok